Хотела писать и работать в отделе культуры, а стала работать в Чечне. В стране есть всего несколько человек, которые могут осмелиться что-либо сказать о Рамзане Кадырове. Больше месяца Путин не отвечал на звонки Кадырова и не принимал. Чечня, я еще раз говорю, это точка, которая погубит страну рано или поздно, если вот так дальше пойдет. Ты человек, которому Кадыров напрямую угрожает. На одной улице живет палач и жертва. У новой газеты такое женское лицо журналистики. Если бы меня не было бы, я не знаю, что было бы с Чеченскими геями. Хочу ли я, чтобы она работала в Чечне? Нет, я не хочу, чтобы она работала в Чечне. Буду ли опубликовать ее материалы и поддерживать ее? Конечно, буду. Это чрезмерное насилие, и оно ассоциируется не с Кадыровым лично, оно ассоциируется с Путиным и с Россией. Они не любят русских, потому что Россия с ними это делает. Елена Милашина. Журналистка, специальный корреспондент новой газеты. Автор громких расследований о нарушениях прав человека на Северном Кавказе. В 2017 году Милашина написала серию статей о преследованиях геев и секретных тюрьмах в Чечне, в которых практикуются внесудебные казни. На Милашину было совершено три покушения. Глава Чечни и бойцы полка имени Кадырова неоднократно выступали с угрозами в адрес журналистки. В 2000 году Милашина получила награду «Золотое перо России» за серию репортажей о катастрофе подлодки Курск. Также Милашина много писала о трагедии в Беслане. В «Новой газете» журналистка стала работать, еще будучи студенткой журфака. Одним из ее наставников была Анна Политковская. Милашина – одна из самых известных российских журналисток на Западе. Лауреат премии Международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Воч» и специальные награды Госдепартамента США «Отважные женщины мира». Откуда у мужчин эта стойкая ассоциация женщин со сладостями? Они зовут нас «Май сладкая», «Май конфетка», бесконечно дарят шоколад всевозможных видов. И ни один подарок не обходится без коробочки кокосовых конфет. Получается, во-первых, их не волнуют наши реальные желания и потребности. Ну а во-вторых, все, что за пределами их скудной фантазии, мы должны обеспечивать себе сами. И в наше время это, конечно, не проблема. Но нам все еще хочется понимания, чтобы он сам догадался, чего мы хотим. Мясо! Большой гриль в городе. Для тех, кто любит погорячее, теперь есть газовый гриль «Вейбер Дженессис». Даже если вы невеликий кулинар, как я или Кэрри Брэдшоу, с грилем «Вейбер Дженессис» у вас всегда получится отменный стейк. Его решетка полностью нагрета уже через 5 минут, а главное – никакого масла. Благодаря зоне интенсивного жара, вот видите, вот эту вот красную ручку, для идеального стейка вам нужно только купить кусок мяса и положить его на решетку «Вейбер Дженессис». Грилем «Вейбер» можно пользоваться круглый год, хоть под снегом, хоть под дождем. Благодаря покрытию из фарфоровой эмали он прослужит вечность, что подтверждается десятилетней гарантией на все, даже на пластик. А это значит, либо вы едите вкусное мясо как минимум 10 лет, либо всегда. А вот этот умный термометр «Вейбер Коннект» измеряет температуру внутри стейка в реальном времени и подскажет, когда он достиг идеальной прожарки. Ну что же, это оказалось гораздо проще, чем я думала. Пробуем. По-моему, великолепно. Готовить с газовым грилем «Вейбер Дженессис» просто и быстро, как раз как я люблю. Ммм, почему женщины любят просто и быстро? Сейчас доем и пойду еще колонку напишу. Что ты почувствовала, когда в своем телеграм-канале Кадыров в апреле опубликовал сообщение о том, что если вы, федеральная служба безопасности, хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите. Это все было про требование закрыть новую газету. Но это же прямая угроза. Ну и вот Пол Кадырова тоже. Защитите нас, Владимир Владимирович Путин. Это уже прямое обращение к Путину. Мы требуем защиты наших конституционных прав от нападающей на нас Вероловна Елены Валерьевны Милашиной. Сидя в столице России, они систематически выпускают живые статьи про нас, про Чеченскую республику. Нас уже принуждают к тому, чтобы кто-то один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбление всего личного состава. Ну, что я могу сказать? Ну, Ксения, ну это же абсурд, понимаете? Этого нормальные люди даже не боятся. Это просто смешно. Нет, ну как, ты человек, которому Кадыров напрямую угрожает. Вот ты как себя чувствуешь? Да, просто он это много раз делает, что никак я не чувствую. Просто очередной раз фиксирую, заявление подаю, заявление мне отказывают, потому что наши следственные органы считают это угрозой. Считают это эксцессом. Ну, вот у него эмоции, ну, хорошо эмоции. Ты же с ним никогда не встречалась, я правильно? Нет, я не хочу. Это твоя принципиальная позиция? А он пытался организовать такую встречу? Нет, тоже не пытался. Никогда? Нет. А почему это твоя принципиальная позиция? Ну, обычно эти встречи потом плохо заканчиваются. Нет, для Кадырова. Поясни. То есть, если ты не принимаешь какое-то его предложение. Ну, тут речь даже не в предложении или не в предложении. Просто вот было два случая в моей жизни, в практике, да, с моими коллегами непосредственно. Это в первую очередь Аня, которая с ним брала интервью. И оно, конечно, с точки зрения оценки журналистского материала, это сенсационный, роскошный материал. И очень невероятный, в общем, текст и интервью, и эта встреча плохо кончилась. Та же самая ситуация с Наташей Стемировой. Она неоднократно лично, конечно, с Кадыровым встречалась. И каждый раз ее предупреждали, что так себя вести нельзя. Она все-таки чеченка и прочее. Тоже плохо кончилась. Рамзан Кадыров стал таким Сталином наших дней, чеченского народа. И я думаю, что это сулит много неприятностей всем вокруг. Я лично уже ничего не верю. Никогда он верности клянется, никогда он заигрывает со своими людьми по чеченскому телевидению. Обычно это происходит. Он не стесняется там выражениях и говорит, что мы этих русских задвинем, мы им место покажем. Где этот Кадыров не врет? Я, например, не берусь утверждать. Тебе самой часто бывает страшно, когда ты думаешь о том, чем ты вообще занимаешься? Да, решите вопрос. Страх – это такая штука, мы боимся всегда воображаемого больше, чем реальность. Так получилось, что у меня есть опыт реальный, когда на тебя нападают. Два было удачных нападения, одно неудачное. Уже какой-то никакой опыт. Я, в принципе, чуть-чуть понимаю, как же происходит и убийство, по большому счету. Человек просто не успевает испугаться. И когда на тебя нападают, ты не успеваешь испугаться. А если тебя еще не убивают при этом, адреналин у тебя повышается, ты вообще ничего не боишься, горы можешь снести, но ощущение такое. То есть вот такого физического страха, когда это происходит непосредственно, он вообще отсутствует. Товарищи, вот стою я перед вами, простая русская ютубовская баба, визажистом преданная, стилистом брошенная, ближайшим салоном красоты кинутая, но живучая. Вот стою я и думаю, а зачем мне предатель-визажист, когда каждая русская женщина имеет право на Литваль? На сайте Литваль лету.ру огромный ассортимент уходовой и декоративной косметики, парфюмерии и даже цветов. Оформите на лету.ру заказ для себя любимый, и его доставят всего за два часа. Можно вечно смотреть на огонь, воду и коробки с косметикой и цветами от Литваль. С 4 по 31 октября на все товары магазина лету.ру действует промокод СОБЧАК с дополнительной скидкой 10%. А гость уже приехал? Нет? Тогда осторожно анбоксинг! У меня вообще все нападения были неожиданными. Я каждый раз... Сначала я улыбалась, а потом вдруг понимала, ой, что это, меня бьют, что ли, а за что? Почему? Самое жесткое нападение было первое, как я понимаю, да? Ну, оно не было связано с Чечнею, просто опыт уже говорит о том... Первое нападение у меня было неудачное в Беслане, когда меня пытались там тоже мелкие криминальные авторитеты вместе с ФСБшниками тоже мелкими и противными вытеснить из Беслана, чтобы мы там не работали. Второй случай был в Балашихе. Да, это когда она... Там вообще я ничего не почувствовала. У меня сзади огрели и ничего, и все. Ну, все, что ты потеряла сознание. Я не потеряла сознание. Просто, ну, вот они били, но ты ничего не чувствуешь. Я помню, что они пытались у меня рюкзак мой снять, я говорю, кем у компьютера? Компьютеры для меня все. Я вот на этих лямках повисла, они меня трясут, еще надо же еще и бить при этом. Очень неудобно, между прочим. Вот. Больше всего досталось моей подруге. Ее не били, но она все это видела. Вот она как раз испугалась, потому что она видела, как меня бьют, и вообще страшно. Я потом очень сильно упрекала, что она не убежала. Говорю, надо было бежать и кричать «пожар». В итоге ты выяснила, кто это был? Ну, только не те, кто... Я думаю, что это было связано с делом по наркотикам, на котором я тогда работала, потому что у меня и угрозы были, и вообще тоже неприятная очень ситуация была. Но тех, кого поймали, мальчиков, они вообще к этому отношения не имели. Ну, там, моя подруга их видела, нападавших. И, конечно, тех, кого там нам привели и посадили потом, осудили, это были совершенно другие люди. И уже тот факт, что они захотели расследовать, тоже, в общем, было понятно, что там что-то более серьезное, чем просто хулиганство. Ну, и третья ситуация, когда в Чечне пришли, в гостиницу вернулись, к нам подошли очаровательные дамы, что-то они там спросили про ваххабитов, почему мы их защищаем. Я там приготовилась объяснять, что мы никого из ваххабитов не защищаем. И тут одна из дам меня кулаком в глаз. Вот. Ну, и, в общем, как бы тоже весело достаточно все это происходит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ло, Юрка! Ло, Юрка! 15 лет прошло, как нет Анны Политковской. Что ее смерть значила для России и для «Новой газеты»? Я хочу напомнить фразу, сказанную тогда президентом России Владимиром Путиным, о том, что ее смерть принесла больше вреда России, чем ее работа, которая как бы не замечалась. Вас оскорбило, задело это фразу? Тогда сильно очень задело. Тогда очень сильно задело, а потом совсем перестало это болеть, потому что мы все увидели, насколько это было не точно, определение ее работы и ее смерти. Потому что мы убедились, что ее работа была абсолютно необходима, потому что мы получили в результате неподконтрольности одной из Кавказских республик, Чечни, так называемый султанат, что уже стало термином у социологов, например. Мы получили безусловную данность о том, что если, допустим, предыдущие Дудаев, Масхадов, они хотели отделить Чечню от России, то Рамзан Кадыров, безусловно, присоединил Россию к Чечне. Это большое явление, оно так случилось. Можно критиковать Путина, но в стране есть всего несколько человек, которые могут осмелиться что-либо сказать о Рамзане Кадырове. У нас в стране появилось два разных законодательства, два разных государства, причем одно из государств, мне кажется, оно находится в виде армии. Доживем ли мы когда-нибудь до времени, когда здесь, в России, назовут ее именем улицы, площади? Это хороший вопрос. Не буду говорить где, но была инициативная группа, которая хотела назвать в одном из мест, к которому имело отношение Политковская, просто не хочу называть, вы потом поймете почему, улицу именем Ани Политковской. И соседи, которые очень хорошо к ней относились, и многие из них ее прекрасно знали и любили, сказали, вы знаете, это очень опасно, потому что мало ли кому понадобится отомстить уже посмертно Политковской, а здесь стоят наши дома, гуляют наши дети, внуки ездят на велосипедах. И тогда сами инициаторы отказались от этой идеи по гуманистическим соображениям, а вдруг правда может произойти нечто такое. Мы в несколько вольном порядке высадили здесь перед редакцией большую грядку, назвали ее сад Политковской. Это не притязательная абсолютно история, но просто приехала ее мама, мы думали, она посадит там три три Анютина глазки, а она посадила 64 цветка. Такая порода, порода аристократов, несгибаемых. И теперь, например, вы можете набирать не потаповские три, чтобы приехать в редакцию, а писать Анинсад, и Яндекс спокойно реагирует на это, и такси приезжает, ровно, это народная топонимика. Кто Анна Политковская для нынешней власти? Уже точно абсолютно никакой не фактор, но она остается, она вот сейчас снова становится очень актуальной угрозой. Дело в том, что 7 октября 15 лет с момента ее смерти, а 15 лет это истечение срока давности по делам о убийствах по найму. Дело о заказчике не расследовано. Основные свидетели, такие, как, например, Лом Али Гайтукаев, от побоев скончался насильственной смертью, я в этом абсолютно уверен, в тюрьме, где он отбывал свое пожизненное, а он был ключевым связующим звеном между исполнителем убийства и заказчиком и заказчиком преступления. И поэтому дело о заказчике преступления по срокам давности, даже если его когда-нибудь найдут, он уже не понесет никакой ответственности. И вот теперь, когда эти 15 лет вот они на исходе 7 октября, мы здесь открываем комнату памяти Политковской. И там будет так называемая стена ФБР, как в фильмах показывают фотографии, кто от кого, куда, она будет не сусальной историей, как родилась одна девочка, которая очень любила Цветаеву, что тоже правда, кстати. Это будет жесткая комната о том, как расследовали убийство, как мешали расследовать это убийство и как не расследовали это убийство. Это откроется 6 октября. Значит, здесь будут фотографии всех причастных, от кого, кому и как поступала информация, как выводили из дела заказчика, как меняли следователей, как убили Лома Лигой Тукаева, как появился тайный свидетель наш, да? Это будет вот это вот все, то, что я тебе назвал стеной ФБР. А какое-то в конце имя будет здесь? А здесь будет имя в том, что мы категорически против прекращения дела 15 октября по вновь открывшимся обстоятельствам. Анна Политковская и Наталья Истемирова. Вот так получается, что у «Новой газеты» такое женское лицо журналистики. И получается, что ты вот эту, скажем так, эстафету в плохом смысле этого слова сейчас на себе несешь. Ты продолжатель этих традиций. Как ты с этим вообще живешь и как это получилось? Ну, во-первых, с гендером это никак не связано. И у меня вообще все получалось в моей профессии, потому что так или иначе нужно было это делать за кого-то. Расследование по Курску, это кто-то не поехал в Курск, и я должна была вместо него. Веслан отравили Аню Политковскую, и я должна была поехать вместо него, потому что я, в общем, более-менее ориентировалась, решение принималось быстро. А Чечня, потому что, в общем, на тот момент, ну, нет, это какая раз, может быть, ситуация, когда я понимала, что мы не можем просто так это все оставить. Я много раз во многих интервью говорила, что это вот единственный способ в стране, где насилие против журналистов совершенно безнаказанно, и это принципиальная позиция государства, более того, государство сейчас уже четко обозначило, что же именно журналисты считают такими же врагами, как террористов, экстремистов и независимых политиков и прочее, да, и она их не будет защищать. Единственный способ защититься, это действительно самозащита, это всегда показывать тем людям, которые уже на экстремальные меры идут и убивают, да, что если ты убьешь, смысла от этого не будет, будет другой журналист, который продолжит то же самое делать. И вот в Чечне это было совершенно осознанно, то есть если в Беслан я попала, потому что кто-то должен от новой газеты поехать, то в Чечне уже я на Кавказе работала к тому моменту, в Чечне иногда бывало, Наташа уже дружила, я была готова, я понимала, что нам нужно продолжать. Первое, потому что только так мы можем, ну, не отомстить, но показать, что убивать бессмысленно и что, ну, вы не просто так они убили, мы хоть что-то можем уже сделать и должны, потому что прекратить это как предательство. И второе, Чечню нельзя бросать. Это вообще вот такая вещь, которая вот вообще ведет новую газету с момента начала первой чеченской. Своих в беде не бросает чеченцы наши, наши граждане, наши люди. Мы их не бросим, какие бы они ни были сложные, мы тоже сложные, но это свои, которых не бросают. И мы их тащим, и мы эту тему будем тащить. Всегда она будет с нами, это будет наша главная тема, пока есть новая газета. Это стержень, на котором новая газета стоит. И забывать его в тот момент, что это был страшный удар для газеты, убийство Политковской, это было страшно. И мы до сих пор это в общем, ну вот если те люди, кто это помнит, кто работал тогда, они закроют глаза и вспомнят тот день. Я вот закрываю глаза, я помню его абсолютно. Я была на работе, и я это все помню до сих пор, 15 лет прошло. Это удар. Мы его могли пережить только так, и сохранить связь с Чечнёй, мы могли только так. Поэтому я была вот на этой позиции. У нас редакция долго, конечно, ну, осмысляла эту реальность новую и эти угрозы. Мне было легче уже, потому что я уже знала, что может случиться. Все-таки, когда это гипотетически, ну то есть ты про это не думаешь, то ты делаешь и работаешь, как Аня. Ты иногда границы уже совершенно не чувствуешь. А я, она меня спасла во многом, потому что вот ее убийство, Наташина убийство, они очертили какие-то очень четкие линии, когда можно сохраниться и продолжать работу. А можешь рассказать об этих линиях? Ну, в первую очередь, не переходить на личности, еще раз говорю. Это абсолютно бессмысленный вариант. И, в принципе, даже своих врагов надо, ну, хотел сказать слово уважать, мне кажется, нет? Какие-то вещи все равно, в том числе и это, да, не всех и не во всем, но я вообще думаю, что неправильная формулировка врагов. Это не враги, это объекты. Объекты описания. Я, у меня есть задача. Это не такая миссия, как у Путина сохранить целостность России. У меня есть задача, чтобы этот регион оставался насколько возможно открытым для российского общества, потому что этот регион играет огромное значение в жизни российского общества. Ну, давай вот по правилам, потому что это вот ты говоришь, они очертили путь. Не переходить на личности, не оскорблять. Да, это вот, ну, вот это проявление там неуважения, но тем не менее, это просто не впадать в истерики. Что-то еще есть в этом списке? Знать, когда надо отступить. Приходилось переставать ездить в Чечню, что для меня тоже травматизм. Общаться с людьми, придумывать новые схемы. Я считаю, все это отступлением от обычной, нормальной рабочей жизни, потому что я просто, вот это моя миссия, я должна приехать. То есть это ни в коем случае не компромисс какой-то? Нет, Затишье в работе. Затишье, но это очень важный момент. Правильно выбранная тактика очень важна, потому что можно идти напролом, вот как... Пожалуйста, внимание, в здании сработало пожарное тревогу. Пожалуйста, соблюдайте... Вспомнили про пожарную сигнализацию. ...через ближайший эвакуационный выход по пожарной местице. Attention, please. Fire alarm has to be надо понять, это реальное. А это, говорят, иногда бывает. Но вы проверьте, а то с Леной все возможно. Кстати говоря, Nokia Политковская, которая у меня осталась, и я ее на день смерти Политковской все время включаю. Там звонки продолжаются какие-то. Инфернальная такая история. Да, да. Так вот я ее отдал на... Скажите, раз в год вы включаете телефон... Телефон Политковской. И он звонит? Звонит. А кто звонит? Вы подходите? Да я его отдаю девушке одной нашей. Она отвечает. Но там звонят уже люди, знающие об этой традиции. Знаешь, конечно, они звонят уже не Политковской, потому что первые будут звонили Политковской. А какой вообще на ее телефоне последний звонок или смс? из редакции, ты где? Ты где? А ее? А я не помню. А сейчас этот телефон, это Нокия. Нокия. Ну такая еще большая, наверное, да? Вот такая трубка. Знаешь, немножко выгнутая такая. Она, я отдал его на вечное хранение Милашиной. Я расскажу один эпизод, чтобы было понятно уровень ее феерического, фантастического сочувствия к людям, которого они, честно сказать, не заслуживают. В расположении 45-го полка ее однажды угрожали расстрелять. Сказали, сейчас град стрельнет, мы тебя под град выведем и под градом расстреляем. Она туда попала на расположение, когда искала заложников. У нее была информация, что там есть заложники в Зинданах. Вот этих. Поднялся большой шум, она была оттуда освобождена, а приблизительно через год офицеры этого полка пришли к ней, что им не дали обещанные квартиры после увольнения со службы. И отгадайте, Ксения Анатольевна, что она делала? Добилась. Добилась. Понимаете? Тем, кто ее хотел расстрелять. Потому что в отношении них поступили несправедливо. То же самое. Это она добыла материалы, которые тогда невозможно было добыть. Это все реальные материалы по полковнику Буданову, который убил Эльзу Кунгаеву зверски, страшно, лопатой во влагалище, со всеми делами. А насилованную, как якобы она снайперка. Так вот, когда выяснилось, что... Но потом же Буданова убили чеченцы. Потом, когда выяснилось, что Буданов в тюрьме. В тюрьме у Буданова нет санитарных принадлежностей, я был уверен, что она утром позвонит и скажет, надо обязательно приготовить передачку и предусмотреть зубную щетку. Так оно и было. Это так устроенный блистательный аристократ, мыслитель и гуманист Аня Политковская. Очень крупная мировая фигура. А у Лены Милашиной есть тоже эта черта? Она тоже будет о зубной щетке утром спрашивать? Мне про Милашину говорить очень интересно. Я с Аней Политковской был все время, находился в постоянном конфликте, мы все время были на качелях между там феерической приязнью и чуть ли не разрывом отношений, да? наши споры и ссоры здесь в редакции, они уже носят характер легенд. Такие же приблизительно у меня отношения с Милашиной. Но вот насколько они похожи по характеру своему? Вот Лена стала бы о щетке для Буданова спрашивать? Или квартиры для... А можно я на примерах отвечу? Давай. Отвечу на примерах. Вот у Милашиной есть свой уникальный профессиональный способ познания и исследования мира. Она не пишет, что просто погибли, например, дети в Беслане. Она пишет о том, что мальчика Таркана Сабанова его не похоронили. Вместо него похоронили один его ботинок. В том же Курске можно долго говорить про положение армии, там еще про что-то, но можно сказать, как она, познакомившись с квартирой, в которой жил капитан первого ранга командир Курска Лячин, так вот, это только Милашина. Что батареи там не грели, он дистиллятом, дистиллят заливал в батареи, а потом ставил туда нагреватель. И таким образом командир атомной, атомного ракетоносца обогревал свою, это Милашина. Она всегда находит, и это ее метод. Вот если Аня в большей степени слушала людей, Милашина конечно слушает людей, но кроме того, вот ее способ профессионального познания в том, что она находит основное звено. Что она нашла на Курске? Как она расследовала историю с Курском? Она добыла запись, где слышны стуки сос по внутреннему изнутри, затем взяла заявление пресс-секретаря флота Дегала, который говорит, с лодкой установлена связь, и задает ему вопрос, так с лодкой установлена связь? Он ей отвечает, это были технические шумы. Она у него спрашивает, а верно я понимаю, что все акустики северного флота не смогли различить звуки СОС от технического шума? Это правда, что после смерти Стемировой вы вообще были категорически против продолжать чеченскую тематику и вообще даже хотели принять решение, чтобы вот этой темы больше не было, потому что гибнут люди и это не стоит этих смертей. Близко к правде, только точка отчета была несколько другая. Когда расследовались дела Политковской, мы узнали, что пробивали еще адрес одного человека, майора Измайлова Вячеслав Яковлевича. И тогда я обменял наше молчание на жизнь Измайлова. Каким образом шли переговоры, я не буду рассказывать. То есть вы дали обещание, что вы какое-то время не будете... Именно так и было. Так, как вы сказали, так и было. А на какое время действовало? То есть вы прям договорились на срок? Я не хочу рассказывать подробности переговоров, не я их вел. Лена приняла этот выбор? Нет. Она какое-то время... Она понимала, она меня неплохо понимала. Но она его не приняла. Еще раз, вот особенность Милашиной как профессионала в том, что он не может заниматься какой-то другой темой, не закончив предыдущую тему. Когда она занималась, вот чтобы было понятно, вот она занималась и целиком ей стало все понятно про Курск. После этого ей стало понятно, что нам не хватило своего спасателя, спасательного судна. И она несколько лет занималась, кстати говоря, при огромной поддержке Шойгу, занималась этим спасательным судном. Она была на коллегиях Министерства обороны, встречалась с адмиралами. Судно создано, не совсем то, как хотела Милашина, потому что очень много разных технических, инженерных, военных, бизнесовых интересов. Но она не могла ничем заниматься, пока не закончит, например, тему с Курском или со спасателями. Ну а как вы вот такому человеку могли... То есть вы рассказали о том, что это вынужденный компромисс ради спасения человека? Да, я стараюсь с ней почти всегда быть честным. Не всегда, но почти всегда стараюсь, да. Я очень уважаю ее. Она тогда с вами спорила, или она... То есть это был конфликт, вы поругались на какой-то... конфликт, вы поругались. Правда ли, что Дима Муратов запрещал заниматься Чечней после убийства Стимерова и говорил, что больше он не готов к тому, чтобы терять журналистов? Ну, во-первых, не то, чтобы даже запрещал, он был против продолжения этой темы, он очень боялся. И именно по этой причине. И вообще, в принципе, каждый раз, когда вот такая ситуация, он реагирует как раз вот на все эти угрозы гораздо более нормально, чем я. Потому что у меня уже не смешно становится, ну, правда. А он реагирует нормально. У меня ненормальное поведение. Я это признаю. Муратов боится, потому что он хоронит, он по жизни потом все семьи и всех родственников ведет. Эта связь остается навсегда. Это очень тяжелые такие вещи, которые, я не знаю, сколько сил надо, я не общаюсь с родственниками погибших, ну, за исключением, конечно, дочки Наташи Стимировой, наших коллег, да, я не несу за них материальной ответственности, я, у меня нету столько душевных сил, чтобы проявлять сочувствие и находить слова. Я не знаю, откуда у Муратова это все находится, это огромный человеческий какой-то капитал, который вот он так расходует, это дар. У меня этого нет, и поэтому я понимаю, как ему тяжело, и вообще, в принципе, он настоящий лидер, он понимает, что это его ответственность, когда что-то происходит с его людьми. Я веду себя как человек очень эгоистичный, с одной стороны, а с другой стороны понимающий, что, опять-таки, есть у журналиста миссия, он должен приехать, увидеть, разобраться и донести это до общества. Вот это важнее всего, важнее твоей жизни. Хочу ли я, чтобы она продолжала ездить в Чечню, особенно после того, как ее там били, мордовали. Да и вы сами знаете, что такое психологический прессинг, да? Даже когда кандидат в президенты Собчак туда приезжает, и возле кофейного фургончика на нее начинают фактически хамски, что не положено на Кавказе никак, да? Зачем вы кофе пьете? Кофе вреден для лошадей. Зачем вы сюда приехали? Ну, послушайте, вы же все-таки мужчинам, я кажется, так женщинами говорите. Ну, с вами можно, вы бездобрыми целями, намеренными. Ее били в гостинице, ее подругу Наташу, которая из Тимирова, она же жила у нее, когда Милашина приезжала в Чечню. Убили ее подругу. Хочу ли я, чтобы она работала в Чечне? Нет, я не хочу, чтобы она работала в Чечне. Буду ли я опубликовать ее материалы и поддерживать ее? Конечно, буду. Вот такая жизнь. Ну, вот она такая. А почему вообще, как вы думаете, вы вообще задумывались когда-то над тем, что вот так получается, что в «Новой газете» есть это именно женская преемственность этой темы, что вот Политковская занималась Чечнёй, и Стимирова вместе, потом и Стимирова, теперь Милашина. То есть почему? Почему так? Почему это именно женская такая история? Я задумался, Ксения, у меня нету быстрого и легкого ответа. Я думаю, что Стимирова была верным другом для Милашиной. Ну, не может Милашина, понимая и расследуя убийство Стимировой, когда выяснилось, что под ногтями кожа совсем не того человека, которого потом сказали, что он убийца, да ещё положили его мёртвого в багажник, да ещё к нему положили документы, да ещё положили тот пистолет, с которого убили Стимирова. То есть вот это всё. Ну, не может человек отказаться. По-моему, какого бы он рода и Пола не был. То есть это история про дружбу? Про дружбу и профессиональный долг? Да, это не гендерная история. Я думаю, что это не гендерная история. Другое дело, я много видел в Чечне во время войны девушек, женщин, которые намного острее воспринимали чужую жизнь и утрату этой жизни. Ну, наверное, вот это тоже есть, но профессиональный долг плюс человеческая дружба вот, на мой взгляд, фундамент, на котором базируется Милашина. Сколько человек погибло в «Новой газете» за время её существования? Ну, у убитых мы считаем 6 человек, включая Наташу Истимирову, потому что она писала для «Новой газеты» и, в общем, она была соавтором огромного количества Аниных материалов и после Ани она продолжила и нас, в общем, крышу над головой дала и мне она, в общем, то есть она была моим проводником после убийства Ани. Это была Наташа. А вот с точки зрения журналистики, вот, кого ты считаешь больше своим именно учителем? Ну, вот, скажем так, с точки зрения реальной, вот, такой профессиональной журналистской работы Аню Политковскую, потому что, как я понимаю, ты пришла именно к ней в самом начале своей работы. нет, это ошибочной, в общем, ну, то есть Аня пришла, я уже работала в «Новой газете», и Аня научила меня на самом деле безусловно и мужеству, и смелости, и принципиальности, это, да, мы даже, наверное, учиться, у нас в газете работают такие люди, они все такие, на самом деле, просто в каких-то моментах и в каких-то темах это проявляется в полный рост, а вообще, в принципе, те, кто остается и работает в газете, как я, и столько лет, сколько я, это больше 20 лет уже, по-другому, как-то вообще другие люди не смогли бы это сделать, но вот чему она меня научила, какие ошибки не совершать, вот этому я научилась на ее опыте, потому что Аня одиночка, она работала одна, она работала гораздо больше, чем журналист, не только как журналист, и это опасно, для темы, для твоей работы это вредно, потому что окружающая среда настолько агрессивна, что как только ты проявляешься и на тебя направляется свет, она тебя губит, гораздо продуктивнее и одновременно безопаснее, это вот те самые границы, рамки, которые я для себя уже протоколы безопасности выстраивала, работать в команде, раскладывать ответственность по разным коррозинам, по разным организациям, по разным людям, находить союзников, договариваться, разговаривать с врагами. У вас нет чувства страха? Вы на войне? Это же... Как вас туда вообще занесло? Совершенно случайно. Боже мой, я не военный журналист, я гражданский человек, я боюсь вообще всего, что стреляет. У Ани надо понимать момент, когда ее убили, какой на самом деле ключевой момент это еще был для Рамзана Кадырова. Лично. Нервное время после убийства... Это уже даже не убийство, два года прошло, это была война за власть и за выживание. А Аня была на той стороне, на стороне его политических конкурентов. То есть она стала жертвой внутри клановых разборок? Я боюсь, что это одна из основных мотиваций ее убийства, да. Что она... Это даже не жертва клановых разборок, а именно речь тогда шла о том, сохранит ли власть и жизнь Рамзана Кадырова. А то, что она заняла другую позицию, другого клана, какого клана? Это Ямадаева? А Волханов, за которым стояли Ямадаевы и очень многие другие чеченские силовики, абсолютно пророссийски настроенные, федеральные силовики, которые воевали на стороне России во время Чеченской войны. Сейчас, спустя время, ты считаешь, это был правильный выбор вот с точки зрения журналистики? А, в смысле, журналистики. Я думала, ты по поводу Путина, потому что Алханов отказался. Он вышел сам из этой игры. Не, ну, у Ани, она же это не выбор был, она просто оценивала вред того или иного развития событий, да, и поэтому, понятно, у нее было гораздо больше точек взаимопонимания с той стороной. Потому что... В журналистке это был правильный выбор занимать вот... Она не занимала как раз позицию, она просто освещала, как оно того, как оно это было. вот она ничего не придумала. С этими будет лучше, а с этими будет хуже. Даже нет, она просто писала про Кадырова, про которого тогда мало вообще, что и кто чего-то писал, что он из себя представляет. Она все, все, что про Кадырова мы сейчас говорим, все она написала еще тогда. Она уже тогда его понимала абсолютно и, в общем, все было про него понятно, да. То есть сейчас эти все наросты и жестокости, и власти, и богатства, они все появились только сейчас, но тогда уже было понятно, что из себя этот человек представляет и как он будет развиваться в будущем. Она все это предсказала. Другое дело, что ее... у нее не было никакого по большому счету авторитета в России. Чеченская тема на тот момент не интересовала вообще никого. Если она в 14-м году еще до твоего выступления не интересовала особо никого, то тогда от нее вообще все устали. И ее никто не поднял. Она посталась чуть ли не единственным журналистом, который писал, продолжал писать про эту Чечню, про этих чеченцев, которых где-то там опять похитили, пытали, что-то там с ними сделали, всем это уже надоело, устали все от войны, дайте нам нормально пожить. У нас тут вообще другая реальность. У нас начались нефтяные деньги и у нас все хорошо в стране. И Чечня вообще восстанавливается. Ее в России у Ани поддержки не было. И если бы не западная реакция на ее убийство, вообще непонятно бы, что было. Потому что когда запад встал и показал, что она из себя представляет, что это действительно самый знаменитый и, наверное, останется самым знаменитым российским журналистом навсегда, именно Политковская. И ее имя будут знать, никого другого не будет из нас знать. Потому что в России ее так не оценивали очень долго. Только сейчас она стала Политковской. А тогда наши общие коллеги и друзья, в том числе и очень либеральные, и прекрасные люди, что только не несли по ее поводу. Меня, кстати, поразило, я считаю, что это невероятно круто. Есть такая западная книжка Rebel Girls на английском языке, где для девочек маленьких описывают разных великих женщин. Я не знаю, в курсе ты или нет. Нет, я не в курсе. Слушай, я подарю, у меня даже Машки, я подарю эту книгу тебе, новой газете. Это очень классная изданная книга для девочек, скажем так, растить девочек в новой этике феминизма, самостоятельности. И от России там единственная женщина, и это не Екатерина Вторая, это Политковская. Да, потому что она не что-то вроде нашего Матери Туракинга. Это тот человек, у которого Запад, у него есть стереотип, модель, как должен выглядеть герой, как Нельсон Манделла. Она наш Роский Нельсон Манделла для Запада. А почему в России к ней относились даже среди либеральных даже журналистов? Потому что у нас про пытки стали говорить только сейчас. Потому что у нас общество открыло на глаза, что у нас террористические преступления против детей фальсифицируется и против взрослых. Вот на раз только сейчас. Потому что только сейчас мы стали понимать, что война в Чечне была очень плохая вещь на самом деле, а не защита конституционного строя. Это сейчас только доходит до людей. Это мы в новой газете опередили на наверное лет 10 точно наше общество. И тогда мы были совершенно немодными, скучными, неинтересными, отсталыми, правозащитными, как только нас только не называли, какой-то там тусовкой непонятной. А сейчас все пришли, потому что это и есть основные проблемы. Почему Чечня это проблема? Проблема это настоящая проблема. Как бы мы от этого не уходили, но из нее все идет. И в нее все заходит в результате. И решать ее надо сейчас. Иначе страны не останется. Ксения, я вам скажу, когда начали вообще на Чечню обращать внимание. После вашего прекрасного обращения к Путину во время его встречи с журналистами, я уже не помню, как это назвалось, в 2014 году, в декабре, когда вы задали вопрос. Вот с этого момента это был ключевой момент. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров де-факто объявил, что на территории Чеченской Республики не работают законы Российской Федерации. Зачем ты ей дал слово? Виноват. Я заметила, что люди начинают говорить о государственном насилии, о несправедливости, об ущемлении своих прав, когда Надежда уходит. Вот 2004 год, 2005, 2006, это еще были годы, когда была Надежда. У вас есть четкое понимание, кто был заказчиком? Кто стрелял? Да. У нас нет никаких сомнений. Да, это был Искандер Махмудов, да, теперь, кто заказчик преступления? У нас здесь, например, у Соколова, который занимался этим расследованием убийства, и у меня, у нас две противоположных точки зрения. Расскажите. У нас нет, вот в том-то все и дело. Понимаете, я сейчас назову какие-то фамилии, а у нас у самих нету единого понимания. Мы не смогли до сих пор, вот на эту секунду, когда я говорю с вами, мы не смогли для себя точно определить, кто заказчик. Вот не смогли. Но у вас внутри, вы можете не называть эту фамилию, у вас есть четкое понимание, что вы уверены, что это вот этот человек. Ксения, вот в том-то все и дело, что у меня нету, вот у Сережи Соколова очень точные аргументы. У меня тоже точные аргументы, но мы не можем до сих пор для себя определиться, кто заказчик. я могу рассказать вам только факты. Вот факты рассказать могу, а все остальное, понимаете, иск, суд, деньги, штрафы. Факты какие вам кажутся значимыми? Вот смотрите, убийца по найму был объявлен, Махмудов, один из братьев Махмудов, был объявлен в российский розыск и в международный розыск. Все время он жил в Чечне, где, как вам неплохо известно, муха без разрешения султана пролететь не может. Так он жил там, но кроме того, он там получил новый загранпаспорт, находясь в розыске. И по этому паспорту он вылетал за границу, а потом возвращался к себе в родовое, значит, в родовое село. Мне интересно, каким образом органы внутренних дел Республики Чечня выдают паспорт человеку, который находится в международном и внутрироссийском федеральном розыске. По чьему разрешению? Кто снял трубку и сказал «Да, выдайте». Вот это железно установленный факт. Но он чем-то повторяет с Немцовым историю, когда довольно долго в Чечне Следственный комитет не мог как раз пройти в голову. И я хочу сказать, что вы абсолютно правы, когда Следственный комитет приехал, если я не ошибаюсь, в село Джалка, чтобы допросить господина Геремеева, но Следственному комитету дверь не открыли. О чем они и поведали? О том, что, знаете, стучали. Стучали, да? Ну и пришлось уехать, потому что дверь не открыли. Ну действительно, не приносить же болгарку, как обычно, да? Хорошо. Я понимаю, что фамилии вы не назовете, Потому что мы не знаем. Понимаю, да. Вот по этой причине, Ксения. Я вам по-другому задам вопрос. Вот считаете ли вы, что приговором для Политковской стало вот то самое интервью с Рамзаном Кадыровым, с Центровой и Сентаровой? Помните? Я помню. Нет, я совсем так не считаю. Я считаю, что не эта история стала триггером. Триггером, я считаю, ее одну из последних командировок, когда она начала смотреть, как устроен фонд Кадырова. Я думаю, что вот это послужило вот это послужило триггером. То есть она забралась в какую-то штуку, которая связывает очень много людей. Она связывает огромное количество тех, кто отчисляет в этот фонд. то, как деньги из этого фонда тратятся, откуда они там берутся. И вот это все всегда деньги почему-то становятся причиной убийства. Чего бы я не сказал про Немцова, кстати. Это исключение. Я думаю, что одна из этих последних командировок и стала триггером, когда она залезла в личные деньги. Лена, в этом году тебе удалось закончить, на мой взгляд, одно из главных расследований в России этого года, которое ты начала еще в 2017 году про секретные тюрьмы в Чечне. И вот в этом году вышла финальная часть этого расследования, где впервые появился реальный свидетель, полицейский, участвовавший в этих расправах. Мы опубликовали только первые две части этого расследования, еще две будут опубликованы, потому что кроме свидетеля, которая непосредственно действительно уникальная, бывшего чеченского полицейского, который участвовал в задержаниях, в незаконном лишении свободы всех задержанных, был свидетелем и пыток, и очевидцем убийства вот этих людей. А началось оно на самом деле в марте, в апреле 2017 года, когда мы работали над темой преследования чеченских геев, и в этот момент мне передали список убитых 27 человек, жителей Чечни, которые были задержаны в декабре, 2016 года и в январе 2017 года, и мы об этих задержаниях тоже писали, мы просто не знали, чем они закончились для вот этих людей. Почему я стала заниматься этой темой особенно, 27 из задержанных, минимум 27 из задержанных, мне говорили по 56-ти, были едимоментно убитые, то есть это была массовая внесудебная казнь. Для Чечни, хоть это и страшное место, это совершенно тоже нетипичная история. Эти люди были задержаны в связи с нападением на сотрудников полиции, которое случилось в декабре 2016 года. Это было несколько волн задержаний. Первая была в декабре, когда задерживали, выявили вот эту группу, их было несколько человек, выявили их контакты, всех их задержали, это была первая волна задержаний, потом... Когда полицейскую машину, вот речь об этом идет. Есть видео, где едет машина, которая врезается в полицейского, по этой машине открывают огонь, это вот видео, в интернете его легко найти, мы его тоже публиковали. Часть из них была убита в этот же день, часть из них были задержаны и выданы за мертвых, на самом деле они были живы. Остальные это их близкие контакты, которые выявили во время допросов этих людей, во время просмотра их телефонов. В Чечне всегда, во всех ситуациях, забирают в первую очередь телефоны и технику у людей, смотрят контактную базу и по этой контактной базе дальше идут и задерживают остальных людей. Почему эти секретные тюрьмы называются именно секретные тюрьмы для геев? Ну, это другая история уже. Просто их так назвали в мире, когда началась вот собственно история о преследовании геев в Чечне. Мне, к сожалению, не удалось донести, что геи это просто очередная категория жителей Чечни, подвергшаяся ровно такому преследованию, которому подвергались и продолжают подвергаться все жители Чечни. В любой момент, я еще раз говорю, любой чеченец, независимо даже от своего уровня состояния, положения во власти, мэр Аргуна, допустим, Тимирбаев, который был очень богатым человеком, 15 лет, был мэром второго крупного города в Чечне. Его легко взяли, точно так же посадили в подвал, точно так же пытали, точно так же при непонятных обстоятельствах убили или он погиб. Совершенно не выяснена опять-таки история. Любой может столкнуться с этой ситуацией. Просто почему весь мир считает, что в Чечне существуют только секретные тюрьмы для геев, потому что весь мир забыл, видимо, что было в Чечне во время Первой и Второй войны, что было до 2017 года, когда начали в Чечне преследование геев, что в Чечне в общем-то это ежедневная на самом деле практика, когда человека задерживают, похищают. Это секретная тюрьма для всех. Для всех, да. И мне не удалось это объяснить всему миру. Мне все время спрашивают, секретные тюрьмы для всех чеченцев, для всех чеченцев. Но эти отношения к геям там действительно непростое. Это не только на тебя навешивают ярлык, чтобы оправдать с тобой какие-то чудовищные преступления. Это реальная культура. Там убивают действительно за это. Там не убивали за это до момента, когда была массовая атака на геев, санкционированная властью. Там преследовали, шантажировали, ровно так же, как везде в России. Но в Чечне это единственный... не так же все-таки, как в России. Ты считаешь, В Чечне шантажируют геев с помощью... Ну, то есть, это просто подставы, такие подставные свидания. Это очень распространенная практика, в которой участвуют, я боюсь, даже правоохранительные органы, потому что все с этого имеют. Работа в модели в чем заключается? Ей нужен кушать кучица. Ей нужны люди. Фаршик надо проворачивать. Поэтому она идет и гребет. Сначала террористов, потом салафитов, потом нарушителей ДПС, потом наркоманов. О, какая прекрасная база. Сколько у нас наркоманов в Чечне. В Чечне столько наркоманов сажают, сколько... И все это проходит через одну и ту же вот эту вот систему. Незаконное задержание, пытки, придуманное преступление, роспись под них. То есть эта система пожирает, чтобы продолжать существовать, показывать свою нужность? Конечно, да. Не, она просто есть. Ее никто не остановил. Она работает. Машинка работает. Почему тогда внутри жизни Кадырова существуют, ну, явно такие двойные стандарты, связанные с гомофобией? Вот я с ним встречалась лично, когда я ездила брать интервью как раз для GQ, я там задавала этот вопрос, потому что он даже уже в те годы меня беспокоил. Ну, как бы, как с одной стороны ты говоришь, что в Чечне нет геев и явно показываешь свое к ним отношение, и вот сейчас до них дошли репрессии, а с другой, ну, не хочу никому делать каминг-аут из наших российских артистов, но у тебя там каждый праздник совершенно, как бы, очевидно, понятные люди, ну, вот из того, о чем, наверное, можно говорить, о чем я тогда спросила, там Сергей Зверев, которому ты даришь бриллиантовые часы, какие-то череда артистов, скажем так, сомнительной ориентации, почему так? Он же не может не понимать, что, ну, одно не соотносится с другим? Я не знаю, я не знаю, что понимает или не понимает Кадыров, я не могу говорить ни за него, ни за это, я просто думаю, что не по большому, вот в том плане именно гомофоб, как человек-оненавистник вот этих людей, у нас никто во власти не является вот по-настоящему гомофобом, ни Путин, несмотря на то, какая политика проходит, ни тот же Кадыров, вот самих людей физически, они не не переносят. Отношения в другом, когда называют чеченцев геями или геи-чеченец, это оскорбляет твое ощущение, что ты чеченский мужчина, то есть тебя не конкретно вот это раздражает, и ты хочешь убить этого человека, а ты оскорбляешься за весь народ. Это тоже проявление гомофобии. Это другой уровень, но он такой, он совершенно не распространяется на конкретных людей, а конкретных людей мы любим, мы принимаем, они известны, ура, они, это же здорово, вот мы с ними сейчас фотографируемся, это абсолютно детский такой восторженный, понимаете, человек был лишен детства, я сейчас серьезно на самом деле, потому что это все детство Кадырова того же пришлось на войну, что он видел-то в своей жизни, и для него это все ну как новогоднее дерево с игрушками, зверев, тут еще кто-то приехали к нему, его уважает, тут другая ситуация, что зверев приехал, значит он его уважает, то есть чеченцы, кавказского мужчину уважают, понимаете, здесь вот так все намешано, да, но нету вот именно, ну вот как в Германии убивали, потому что евреи, да, вот нужно было убить, тут здесь такого нету, не было ни, даже вот в 17-м году, я имею в виду, когда было преследование геев. вот эта практика незаконных задержаний, пыток, она была создана российскими военнослужащими в Чечне, и она была всегда просто чеченц, вот коллаборационизм в плохом смысле слова в Чечне выразился в том, что чеченцы согласились это делать своими собственными руками с чеченцами, для чеченцев это, ну, чеченский этнос, как и любой, в общем, маленький традиционный этнос, но я просто про Чечню знаю хорошо, да, существует огромное количество тормозов любых, созданных те же самые традиции, поколениями передающиеся, которые препятствуют брату убийству, то есть чеченец убивать чеченца не может, чеченцы, почему такие у нас кавказские диаспоры, их все боятся, в армии там еще где-то, потому что они друг за друга вступаются, да, вот в Чечне нужно было вот это сломать, это очень сложно сломать на самом деле, потому что ты ломаешь себе ментальность чеченца, есть выступления? Сломали, сломали, сейчас чеченцы пытают чеченцев совершенно с такой жестокостью, которая вообще не укладывается в голове, не о чеченце рассказывали, которых вот, над ними даже их не пытают, над ними издеваются, то есть чеченцам дают, содержанным, их не кормят, вообще голод это одна из таких распространенных пыток вот в этих местах лишения свободы, им дают печеньки, чем-то намазанные, которые вызывают у них понос, и их не пускают в туалет, для чеченцев это вообще нонсенс, то есть гордый кавказский мужчина вот так опускает другого своего собрата, это невероятные вещи, это разделяет народ навсегда, это кровная месть, которая пролегла просто огромной бороздой по всей Чечне, то есть половина населения, это не как у нас в советское время, когда у нас тоже шутили, половина населения сидит, половина охраняет, да, но мы огромная страна, потом не будем же мы мстить, а в Чечне все знают, там на одной улице живет палач и жертва, и это навсегда, и это разделение опять-таки не способствует объединению чеченцев в один кулак, когда они могут противостоять даже такой стране, как Россия, то есть они больше никогда не победят Россию, потому что они больше не единый народ, вот на самом деле смысл модели, которая была имплементирована в Чечне, разделение, устрашение, наказание, потому что главная миссия сохранить Россию в той территориальной недавности, которая есть, это миссия Путина была. Но получается, что таким образом федеральный центр оправдывает и существование этих секретных тюнер. Поэтому модель, понимаете, я перестала вообще относиться хоть как-то лично к Кадырову, то есть у меня много к нему счетов личных, да, это безусловно Наташа Астемирова, это Аня Политковская, это многие мои друзья чеченцы, но после того, как я до меня дошло, что что бы я ни написала, что бы он ни сделал, как бы это все не вскрылось, это никогда не изменится, пока это не захочет изменить Владимир Путин, потому что мне кажется, что сейчас модель Кадырова уже угрожает той самой задачи, которую он решал когда-то. Ничего не изменится, то есть любое преступление сойдет с рук. Поэтому бессмысленно здесь эмоционально реагировать, это просто надо фиксировать, и все. Если реально поговорить с молодыми людьми в Чечне, я боюсь, мы просто все будем не просто в шоке, а лежать на земле и бояться будущего, которое вот-вот наступит на самом деле. То есть это исламские настроения очень сильные, да? И в первую очередь антироссийские. Почему? Потому что они ассоциируют все насилие, которое с ними происходит, оно чрезмерное, оно ничем не обоснованное, больше нет терроризма в Чечне, больше нет никакой угрозы вот реально, чтобы так над людьми измываться и издеваться, чтобы им на печеньки всякую отраву сыпать. Да? Это чрезмерное насилие, и оно ассоциируется не с Кадыровым лично, оно ассоциируется с Путиным и с Россией. С нами, с вами, Ксения. Они не любят русских, потому что Россия с ними это делает. Это почти уже ненависть. Это такая вещь, которая уже вместе существовать не может. Я боюсь, что это именно так. Это пока мои предположения, но это вообще ситуацию бы хорошо исследовать. Но этой возможности нет. В Чечне вообще возможности уже нормально нет, работают. Это у нас и в России тоже. А чем это поколение отличается от предыдущего? Это же, по сути дела, поколение, которое уже выросло без войны. Да. Только то поколение было советское, и мы могли найти общий язык. Они были прекрасно образованы, у них был прекрасный русский язык, они читали какие-то книжки, которые читали мы. Мы могли возможность сесть и поговорить. И с Басаевым можно было поговорить, и с Масхадовым можно было поговорить. Тем не менее. Советский Советский Союз тоже это все через насилие делал, через высылки, через переселение. Но насилие опять-таки было тотальным для всех, а здесь все сконцентрировалось на одной маленькой точке. А теперь эти ребята, которые растут, они очень ограничены, они не образованы, они плохо знают не только русский язык, но и чеченский. Нам с ними не о чем говорить, у нас нет общих тем. А неужели это вот федеральная власть не понимает? То есть вот люди, которые контролируют Чечню, Кадыру, те же федералы условные, но они не видят эти настроения, они не понимают? Я боюсь, что не видят. А откуда они их увидят? Они же там находятся. А откуда они их увидят? Ну как, через ФСБ? Где они это прочтут? ФСБ таким не занимается, Ксения. Не занимается. Я говорю, почему нужна та же самая свобода слова, это очень смешно и очень банально, но почему нужно, чтобы мы там работали спокойно? Почему нужно бить Кадырова по рукам за те вещи, когда он препятствует там, да и любого, в общем, губернатора? Потому что это в первую очередь знание о том, что происходит на земле. Этого знания нет ни у кого. Придерживаясь непопулярной в лице Милашиной точки зрения, значит, если чеченцы выбрали себе Кадырова, ну это уже их проблема. Ну вам не кажется, это уже теперь наша вся проблема. Безусловно. Безусловно. Но, значит, защищать чеченцев от Кадырова, я считаю, что это уже за гранью. Потому что они его выбрали, да? Они его терпят, они с ним носятся. Ну, хорошо. Слушайте, я вот помню... Слушайте, это как сказать, что нужно ли северокорейцев защищать от Ким Чен Ина? А я вам скажу так. Или как про Байден сказал про Афганистан. Пусть они сами живут как хотят. Живут как хотят. Это же тоже такая немножко лукавая. Ну, это же моя точка зрения. Она не лукавая. Почему? Наоборот. Она предельно прямая и неправильная, скорее всего. Да, но она такая, она негуманистичная. Но я вам могу сказать, что когда Политковская до своей смерти приезжала в Чечню, там таблички такие вешали, что в этом доме ночевала там Анна Политковская. Анна Политковская, да? Все хвастались, что она была на постое там у кого-то. А потом все стали к ней приходить, но просить не называть их фамилии. И просили не останавливаться у них. Потому что стало как бы страшно. А когда хоронили Аню в зале прощания на Троекурском кладбище, там тех людей сотни, которым сотни, которым сотни не было никого. Чечня, которой занимается новая газета, это такая ключевая тема для всей России и будет ключевой, как считает Лена Милашина, даже после ухода Путина, что это такая болезненная точка, определяющая во многом будущее развития страны. Она в том числе говорила об огромной исламизации этого региона. Вы что-то сами об этом знаете? Сталкивались ли с исследованиями какими-то на эту тему? Потому что вот с ее слов это некая такая огромная проблема, потому что молодежь, она исламизирована, она ненавидит Россию. если вы с этим согласны, что с этим делать? Слушайте, я же могу быть не согласен с Милашиной, я часто с ней не согласен. Я неплохо знаю Чечню, я знаю многих чеченцев, я вот этой опасности не вижу, я вижу другую, я вижу брутальную экспансию, и связано ли она с исламом или нет, на мой взгляд, так нет. На мой взгляд, это вполне светская история, там, захваты заводов, активов, использование... Про деньги. Безусловно. И это люди смелые, умные, с языками уже, это другое вообще поколение. Когда-то мы написали материал под названием Москва-юрт, как приближенные Кадырову, значит, люди, здесь занимались похищением бизнесменов и отжатием от них активов. Теперь все это делается куда более изысканно, и при этом все отлично понимают, что если дело будет какое-либо возбуждено, и оно будет, например, в ОВД города там, Грозного, то лучше решить все миром, чем ехать туда на суд. Мне кажется, что они нерелигиозные, совсем нерелигиозные фанатики, вот я даже в этом уверен, мне кажется, они про иное господство, потому что они считают себя сильнее и смелее, потому что я помню, как кто-то из окружения Масхадова в этом президентском так называемом дворце мне сказал, что мои хотят умереть сильнее, чем твои жить. Вот не будет Кадырова, эти же все люди останутся, начнется борьба за власть, начнется сниться, нет? Я не знаю, что будет, ничего невозможно, потому что, понимаете, в чем дело, мы Чечню, вроде как война закончилась, но Россия, как из Чечни ушла, так туда и не вернулась, не построена никакая промышленность, то есть реально люди сейчас держатся, это тоже крючок, когда у тебя есть только бюджетное существование, когда ты зависишь от федерального российского бюджета, когда ты сам ничего не можешь сделать, потому что у тебя ничего не работает, все разрушили, ничего не построили, это тоже, на самом деле, намеренная политика, но чтобы построить, опять-таки, кто будет строить? Местных специалистов таких нет, должны приехать люди со всей России туда и строить, этого нет, Чечня стала моноэтничной, она стала совершенно зацикленной и закрытой в себе со своими называемыми традициями, которые сейчас просто корежатся и, ну и как у нас, собственно, наши тоже российские традиционные ценности, которых никогда не было, так и в Чечне придумывается новая реальность, которая вот еще больше закрывает эту республику, там просто я не знаю, я не вижу у нее будущего, она не открылась и мы ее не пустили обратно к себе, у нас еще так же до сих пор не прояснен это с войны, вот это вот конфликт, Россия и Чечня, маленькая Чечня, но она все равно травматизирующий фактор для всей России, мы до сих пор помним это все, мы это не пережили, мы не покаялись и мы не простили. Понимаешь, когда ты человек, который для меня является одним из главных сегодня вообще специалистов, потому что там внутри происходит, в поле, имеется в виду, в Чечне, говоришь, выхода нет, это звучит очень страшно, то есть неужели нет никакого развития, пусть гипотетического, пусть сегодня его никто не услышит, но неужели нет даже какой-то фантазийной ситуации, которая была бы позитивной? Если, я считаю, что это из рода фантастики, что вот Владимир Владимирович проснется завтра и поймет, что надо что-то делать, и поэтому вызовет себе Рамзан Ахматоч, скажет, Рамзан Ахматоч, спасибо за службу, давай мы тебя обеспечим, если тебе еще что-то надо, потому что, в общем, там по гроб жизни уже все обеспечены, обезопасим, так, и пришлем кого? А вот это самое же... Нет, я думаю, что вот как раз в этом плане у них не будет никакого вопроса. То есть там есть кто? Почему есть какая-то хоть небольшая надежда на то, что там что-то думают и понимают про Кавказ, что есть люди, их это не один и не два человека. Рассматриваются варианты. Это чеченцы. Например, не военные. Я не могу назвать фамилии. Не хочешь этих людей подставлять. Потому что, если есть хоть какой-то маленький шанс, что это возможно, потому что это будет не только для чеченцев хорошо, это для нас всех будет хорошо, если у нас не будет очередного коллапса на Кавказе. Это, в общем-то, страшная вещь. Просто забывается все очень быстро, но война — это страшно. А чеченцы — это единственные люди, которые в России пережили недавно войну. Я не хочу, чтобы мы дальше это все переживали или чтобы еще что-то кто-то переживал. Поэтому не буду я ничего назвать. Я точно знаю, что эти люди есть. Они рассматриваются как потенциальные преемники, что разговор этот время от времени происходит, но ни к чему пока не приведет. А это очень важно сделать вот в тот временной промежуток, когда у Путина есть еще вся полнота власти, и его решения пока еще никем не ставятся под сомнение, а выполняются особенно такого рода решения. Это серьезное очень решение. Это глобальное решение на самом деле. Может быть, одно из самых глобальных для России и для ее будущего. У меня, конечно, не такие источники, как у тебя, но вот у меня один высокопоставленный источник. У него есть такая теория, что как понять, что Путин все-таки решил оставить власть или найти преемник, что лучший способ вот это в пространстве отслеживать, это посмотреть, даст ли он отставку Кадырову, потому что по его теории не может вот как бы Владимир Владимирович уйти от власти, оставив кому-то Кадырова, что это слишком опасно, и он это понимает. Ты согласна с этим? Редактор тоже вот так надеется. Я не просто согласна или не согласна, я просто знаю, что сделать это может только Путин. Но я совершенно не знаю, будет ли он это делать. Вот тут у меня никаких нет, понимаете, вообще никакой информации по поводу его намерений. Была одна точка в их отношениях, которая, как я ее вижу как журналист, является самой напряженной. Это убийство Немцова. Совершенно верно. Ты лично считаешь, Путин знал об этом? Нет. Я считаю, что Путин... Для него это стало шоком? Я думаю, что безусловно. То есть из той информации, которая есть у меня, безусловно, чеченцы причастны к этому убийству, причем на достаточно высоком уровне. Я не считаю Кадырова заказчиком этого убийства. Я не вижу, не могу понять мотивы. И я просто не знаю, зачем это ему нужно было. Но то, что его окружение причастно, это безусловно. И для Путина это было совершенно неожиданной вещью. И действительно, это, может быть, самый серьезный кризис в своих отношениях был. Я, насколько тоже мои источники, говорят, что больше месяца Путин не отвечал на звонки Кадырова и не принимал. Насколько я знаю, больше, гораздо, чем месяц. И пока уже активно в эту ситуацию не вовлекся с Золотов, чтобы установить контакт. Отношения были очень напряженные. И была даже, ну, там, когда все окружение Кадырова уехало разом в Эмираты, это было очень показательно. То есть они испугались. Они испугались реакции. Я не понимаю, есть ли это условно непрямое какое-то указание Кадырова, то я не понимаю мотива такого убийства. Мне всегда казалось, что чеченцы могут в таких ситуациях использовать. Они очень, вот, что произошло на самом деле из-за чеченской войны во многом, произошла такая архаизация, это же я бы сказала архаизация варварства, когда человеческая жизнь для самого чеченца перестала, ну, если это не чеченец, но сейчас уже даже если чеченец, перестала вообще быть какой-то ценностью. То есть они очень легко ее забирают. И очень легко, ну, вот, например, этот французский случай, когда мальчик пошел, неизвестного человеку отрезал голову, потому что где-то что-то услышал, что он сказал про Коран, да, убийство учителя во Франции. И все чеченцы, ну, многие чеченцы это одобряют и считают, что это нормально. А одновременно они жалуются, почему мир не реагирует на протестение против тех же самых чеченцев. Они не понимают, что если ты так относишься к человеческой жизни сам, то к твоей человеческой жизни будет точно так же относиться, ты ее абсолютно обесцениваешь, и свою в том числе. Поэтому чеченцы, к сожалению, в таких ситуациях могут быть использованы как наемные убийцы, как люди, которые могут организовать убийство. И в ситуации с Немцовым у меня была версия, что Кадырова, не Кадырова, допустим, окружение Кадырова могли к этому подвести. И таким образом. Ну, предположительно, понятно, что мы с тобой здесь можем быть каких-то... Предположительно, но тем, кому была выгодна то же самое реакция Путина на эту всю ситуацию, что Кадыров выходит за пределы. Ну, то есть подставить условно Кадырова перед Путиным. Да. У Кадырова там целый парк этих автомобилей Бентли, Порше Каенов и золотые унитазы, я не шучу, это на самом деле так. У него скакуны, он коллекционирует лошадей, там, ценой там миллионы больше долларов. Вот. У него там зоопарк из леопардов. Он разбрасывает пятитысячные купюры направо и налево во время своих там ритуальных танцев и никто его не может схватить за руку. Вот такой беспредел, да, тотальный. При этом его бандиты могут приехать в Москву, кого-нибудь убить и уехать. Как ты думаешь, почему Путин все-таки принял решение отпустить, ну, как минимум, видимо, эту ситуацию? У меня всегда один ответ на все я уже сама себе просто много раз на него вот так же отвечу. Ну, как же, как же, как же может быть такой модель? Человек выполняет функцию, нельзя из него все посыпется. Ну, потому что это сейчас для Путина важнее именно, я думаю, этого ничего нет. Ну, а тебе не кажется, что эта модель сама постепенно уже стала выходить за эти границы? То есть, вот вспомни там еще там 6-7 лет назад в принципе представить себе, что вот эти извинения, которые были только внутри Чечни, распространяться там на комиков комедий, клаб, еще на кого-то было невозможно. Сейчас это уже в порядке вещей, что люди уже начинают извиняться в Москве, что это такая практика. Что московские милиционеры действуют как чеченские. Да, что мы все знаем, что в гостинице этот президент отеля значит, живут сборщики по бизнесу, что есть некая чеченская, значит, силовая история по... И не только чеченская, нет, просто насилие распространяется. По бизнесу в Москве. Да, то есть, тебе не кажется, что это стало, ну, как сказать, так не было? Подожди, мы принесли это насилие в Чечню, оно из него вышло и распространилось по всей России. У нас в России, я не знаю, пытали ли так милиционеры до своих командировок на войну в Чечне, так, как они пытают сейчас. Чечня, я еще раз говорю, это точка, которая, вот, в общем, погубит страну рано или поздно, если вот так дальше пойдет. Это гиблое место, вот сейчас, если продолжать делать то, что делается. Потому что насилие всегда, ну, особенно в таких неоправданных, бесчеловечных просто формах и размерах, оно абсолютно контрпродуктивно. По сути дела, это же такая колониальная модель, когда ты платишь и осыпаешь Чечню деньгами, и, в общем, главное, чтобы войны не было, терактов не было, а там стройте себе вот эту золотую грозную сеть. У нас с терактами у нас разобрались ФСБшники. И причем началось это ровно после Беслана в 2004 году, когда мы все не поняли, и, видимо, и до, мне кажется, и до кремлевских властей только тогда дошло, что вот этот вот захват, принцип, да, войны в виде захвата в заложников уже не направлен на никакие политические разговоры, переговоры. Басаев не дурак. Прекрасно понимает, что захватив школу, он не заставит Путина идти на переговоры, но он заставит Путина убить этих детей. И вот когда это в Кремле поняли, что захваты будут работать против власти, потому что будут делать в глазах общества власть все более и более жестокой, вот тогда, после 2004 года, началось наконец-таки реальное уничтожение всех террористических лидеров. И до 2013 года, когда у нас уже была Олимпиада в Сочи, когда Кавказ нужно было зачистить всеми правдами и неправдами, чтобы там было спокойно, чтобы в Сочи Олимпиада прошла нормально, вот за это время у нас вычистили весь Кавказ. Но это сделал не Кадыров, это сделал ФСБ. Они умеют это делать, прекрасно. Но все равно ведь получается, что вот такая колониальная модель, она сегодня, скажем так, в глазах нашей власти она работает. Был ли какой-то другой выход? Ты же сама говоришь, что коллаборационизм был единственным тогда после войны выходом для сохранения чеченской нации. Для чеченцев, да, безусловно. То есть другой модели не было? И для... Сложный вопрос, потому что исходили из определенных людей, которых можно было тогда назначить. Там был не очень большой выбор. Трагическим моментом была гибель Кадырова-старшего. Я думаю, что, конечно, вот все, что потом развивалось и как вот власть получил Рамзан Кадыров, потому что тоже его личные мотивы тоже надо понимать. Он боролся за свою жизнь. Он до сих пор борется. Почему он такой пробивной? Почему он всех ломает об колено? И почему он идет до конца и пробивает все? Потому что это модель, которая тоже поступков, которая его сохраняет. Ему тогда жизнь сохранила на самом деле. Если бы он этого не делал, его бы уже не было. То есть если бы выбрали не его, а, например, Ямадаева, то... А, кстати, между кем был выбор? Между ними двумя? Ну, Ямадаевы, я не знаю, там... Понимаете, я их однажды назвала заслуженный бандит Российской Федерации. Ну, просто это тоже выбор был... Тоже герой России. Просто, понимаете, Кадыров один. У него нет братьев. Ну, там, Зелимхан, он потом был старший брат, у него он умер. Но братьев нет. А здесь шесть или семь, я так и не... уже точно не помню. Семь человек братьев. Это такой мощнейший клан, который действительно воины, в отличие от Кадырова. Он, ну, не воевал, у него не было такой практики войны. Он просто не прошел все это. Ямадаевы это сила, с которой бы невозможно было справиться. Поэтому здесь, я говорю, у Кремля не было вариантов выбора. Когда власть в Чечне была передана уже, ну, то есть, закончилась военная фаза операции, и власть была передана коллаборационистам, скажем так, ну, чеченцам, которые перешли на сторону России. Я тут без осуждения говорю, потому что, на самом деле, по моему мнению, это был единственный способ для Чечни сохраниться как народу. В принципе, потому что против, при всем том, что чеченцы сейчас говорят, что они первую войну против России выиграли, потери, которые Чечня понесла, и которые до сих пор несет послевоенные, да, вот это вот влияние войны, оно смертельно для этого этноса, и смертельно для этого народа. И у Чечни нет будущего без России. Поэтому я считаю, что правильно тогда сделали и братья Ямадаевы, и Ахмад Хаджи, Кадыров-старший, что они ушли от исламистской крайности, которая представляла из себя в первую очередь Басаев, и, в общем-то, без боя сдавали территории, Гудермес в первую очередь, да, населенные пункты, чтобы не страдало мирное население. Ты вот говоришь про коллаборационизм, но вот, я не знаю, ты же наверняка знаешь, Кашин очень часто об этом говорит, что, собственно, тот уровень свободы, который есть сейчас у Кадырова и суверенитета, он не снился Масхадову ни в каких самых прекрасных снах. То есть, в каком-то смысле, Кремль сейчас решает проблему территориальной целостности России в Чечне. Он наказывает чеченский народ за сепаратизм, чтобы другим было неповадно. Вы по роду своей деятельности вынуждены часто общаться с чиновниками, с людьми силовых структур. Вот, как они относятся к Милашине, как они ее воспринимают, вот какое у них отношение? Она враг, она человек, которого уважают и побаиваются. Она источник знаний о Чечне. Вот она кто для власти отлично? Никогда не задумывался, но сейчас отвечу. Милашина профессионал такого уровня, что, сталкиваясь с ней, люди, относящиеся совсем к другим кастам, служивый народ, начинают настолько уважать, что делятся с нею огромным количеством информации и соглашаются делать это под своим именем. Я напомню вам, когда Милашина расследовала подробности штурма и смерти заложников в школе номер один Беслана, с ней работал и сотрудничал выдающий специалист по взрывотехнике, депутат Государственной Думы Савельев. когда она начинал работать, например, по Курску, то с ней сотрудничал напрямую контр-адмирал Рязанцев, и она поняла, почему это произошло, почему погиб командный отсек. Потому что конструкция была с 60-х годов, хотя ракетоносец был современным, и там во время залпа нужно было переборки открывать, чтобы уши не лопнули. Ну, грубо говоря. Ну, то есть это уважение к профессионалу. Это огромное уважение к профессионалу, к тому, что этот профессионал не подведет. Если с этим профессионалом о чем-то договариваешься, он непременно выполнит свои обещания. Ну, так у нее было, например, с сотрудниками Следственного комитета на Северном Кавказе. Короче говоря, я не вижу Шойгу неоднократно привлекал Милашину к работе, например, по созданию вот этого корабля-спасатель, понимая, что оно освоило гигантский объем материала. Когда Сергей Кужегетович был губернатором Подмосковья, то по его просьбе он попросил, чтобы Милашину включили в общественный совет при губернаторе Московской области, потому что такие люди с таким уровнем эмпатии, жесткости, жесткой эмпатии и такого уровня профессионализма и исследовательского таланта они просто необходимы. Еще одно очень важное твое расследование, которое очень прозвучало, это свадьба века, 2015 год. Это было не расследование, это была просьба Кадырова о помощи. Вот потому что позвонили. что-то имеешь в виду. Мне позвонили родственники, то есть обратились ко мне родственники этой девочки, которую принуждали выйти за Гучигова, начальника РУВД Юртовского района. То есть он ее принуждал, на родственников тоже надавили. И дальние ее родственники вышли на меня и сказали вот такая ситуация, что делать? А там уже речь шла о каких-то днях. Я не знаю, что делать, Кадырова запретила свадьбу с несовершеннолетним. Давайте напишем обращение к Кадырову. Я буквально в смысле опубликовала. Но я еще позвонила этому Гучигову, потому что он подтвердил тогда, что у него действительно есть первая жена. Сказал, что он в глаза не видел эту девочку, знать ее не знает. То есть он соврал на самом деле. Мы все это, как журналист, я это все подтвердила, то есть расследования никакого не было. Просто я позвонила человеку, все это уточнила, узнала, поговорила с родственниками девочки. И мы обратились по большому счету к Кадырову, что вот вы запретили браки с несовершеннолетними, тем более это не брак вообще непонятно что, по российским законам это преступление, то помогите пожалуйста. Ну, результат. А вот объясни, я не могу понять, зачем? Ведь это с точки зрения его власти и вообще здравого смысла невыгодно. он даже, этот человек не принадлежал к его ближайшему кругу. Ну да, ну один там из каких-то значит силовиков. Он не был какой-то суперкрупной фигурой. Зачем Кадыров так за него вписался и явно сделал вот эту свадьбу как каким-то вообще таким событием. Да, вот я не понимаю зачем? Танцевал, он же явно что-то этим хотел сказать. Зачем он так вписался за человека не из своего ближайшего окружения? Я не знаю. Если бы я знала, я тоже задаю все время себе такой вопрос и более того я еще и так же действую в рамках этого вопроса, потому что если бы я была уверена, что Кадыров не поможет, я бы и не обращалась по большому счету, не писала этот текст. Ну да, но здесь же такая для него высокая подача показать, что ты европеец, что Путин действительно твой бог и лидер, что ты следуешь законам Российской Федерации, это столько классных ему... Нет, это даже этого не надо просто девочке помочь, это пару пустяков разрулить. Я имею ввиду помочь девочке, но я пытаюсь сказать, что для него в этом был свой прагматичный смысл показать себя на нестойщие вещи как бы европейским таким человеком. Я была абсолютно уверена, что она так и закончится, что вот мы сейчас эту девочку отыграем, отобьем от этого Гучигова и все будет нормально. А потом полезло вот это вот все, извини, нехорошее, что в них есть, потому что... Может, это потому, что ты написала это, Бриша? В 15-м году я прям не могу сказать, что я уж так намозорила глаза или как сейчас, что любая моя публикация собирается полк Кадырова и просит, требует, умоляет спасти его от Милашины. Тогда в 15-м году я тоже, в общем, не особо... Не знаю почему, но какая-то вредность, понимаешь, проявилась вот в этой ситуации, что мы сделаем по-своему, что вот ты написала, что ее насильно, а она на самом деле очень хочет. И вообще мы сейчас всех их разведем, а их поженим, и все у нас будет даже по российским законам, и в ЗАГС они сходят у нас. Ну вот это просто насилие над людьми, потому что они могут это делать, потому что они могут взять эту девочку, они могут взять этого даже мужика, Гучигова, уже опозоренного на весь свет, развести его с первой женой, от которой у нее четверо детей, от которой он не собирался разводиться, он же хотел вторым браком с исламским сочетаться с этой девочкой, ну или там не сочетаться, а жить. И, в общем, ничего он уже не хотел-то, и жениться, у них же там ничего не получилось, и в общем все это закончилось. А чем, кстати, вот как судьба этой девочки Хеда сложилась? Она не смогла родить, и они потом уже разошлись, и потом у Гучигова все было очень плохо после покушения, попытки покушения на Кадырова в 16-м, по-моему, году, если я не ошибаюсь. Он попал под машину репрессии. Да, 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 потому что это был его район, за него он отвечал, и там много родственников тоже его участвовало. Ну, короче говоря, у него сегодня нехорошо сложилось, и после этого он уже... У чеченцев есть один момент, вот когда на них направляется свет, вот если он негативный, то чеченец считается опозоренным, то есть вот эта публичность негативная, она воспринимается общественным мнением очень плохо. И это очень большую роль играет. На каждом чеченцам, я говорю, висит и давлеет общественное мнение с момента рождения до самой смерти. Оно руководит им по жизни, оно заставляет совершать какие-то вещи, оно не делает его свободным, не дает ему быть свободным на самом деле. Чеченские не могут выйти из не чеченцев замуж, потому что они тем самым навлекут общественное мнение, будет негативно говорить об их семье и проблемой для своей семьи. мальчики не могут стать моделью или заняться какой-то артистической профессией или еще что-то, признаться, что они геи, потому что это навлечет позор на их семью. И куча-куча таких условностей, потому что общественное мнение считает, что это плохо. И вот это управляет чеченцами и у Чигова уже изначально вот в этой ситуации все было плохо. То есть понятно, что вот сама публичность ее, она уже все решила. Но зачем нужно было еще и насиловать вот так людей и эту девочку, и этого начальника РОВД, которому бес в ребро. Да, потому что можно, потому что ты можешь все сделать с людьми, потому что ты их можешь унизить по страшному. Это вот как на печеньку отраву насыпать, чтобы у чеченцев был понос. И потом не пускать их в туалет. Это вот ровно та же самая история. Ты лично получала какие-то сигналы от Кадырова, от его приближенных, связанные с угрозами, с тем, что тебе надо остановиться, что не иди дальше? На таком уровне они только публично. И когда они публично, они не так страшны, наверное, когда ты их получаешь по личному номеру телефона, которого у меня нет у меня корпоративной. Твою жизнь глобально это определяет, потому что семья, дети, это же все такие вещи, которые... У меня нет ни семьи, ни детей. Я это знаю, я и говорю, что это же такая вещь, которая одно дело ты рискуешь собой, другое дело... Я не могу сказать, что это был только выбор из-за Чечни, не иметь детей и не иметь семью, но Чечня меня на этом пути, скажем так, убедила еще больше. И я понимаю, что дети и вообще родственники и семья, если уже так определилась твоя жизнь, как вот она есть, и сойти с этого пути я не могу и не хочу, потому что тогда это будет уже не моя жизнь. Но я должна от чего-то отказаться. Я от этого сознательно отказалась. И я не жалею. Ради работы? В том числе, да. А вот не страшно это было сделать, потому что вот, ну, извини, что я на такую немножко захожу личную территорию, если как бы что-то меня остановишь, но я просто тоже вот вспоминаю, у меня был такой момент в жизни, когда я совсем была не про семью, не про что, это не было связано с какими-то жертвами и так далее, просто это было внутреннее такое ощущение, да, свобода и нежелание этого иметь. Но потом срабатывает вот этот вот, не знаю, женский биологический механизм, что ли, когда ты понимаешь, что вот ты можешь еще иметь детей только какое-то количество времени, и потом ты никогда этого не познаешь. И в этот момент с тобой начинает что-то происходить, и ты понимаешь, ну, я хочу это попробовать, я хочу это сделать. Вот для тебя был момент, когда... Для меня больше всегда в этой ситуации определяла и поддерживала вот этот мой сознательный совершенно выбор, тот факт, что я не смогу ответить, ну, как бы нести ответственности за жизнь, обеспечить этому человеку, которого я рожу безопасность в нашей стране. Потому что вариант уехать вообще не стояло, не стоит. Если там закроют новую газету или что-то случится, я просто буду работать чем-то еще, но я буду жить здесь, это... Я говорю, для меня эвакуация была очень травматичным фактором. И переезд не... не вариант. Ну, и рожать здесь ребенка после того, что я видела, и видела, как люди, в первую очередь именно люди сами, в вторую очередь государство относится к чужим детям, как они их расходуют, как они их не защищают и не жалеют, мне казалось немножко безответственным, если честно, и, кажется, иметь вообще в России детей. Но я правильно понимаю, что если бы не твоя журналистская работа, расследователя, человека, который получает публичные угрозы и так далее, то ты бы хотела иметь семью и детей? Не знаю, потому что я выбрала эту профессию, не она меня выбрала. Я пришла вообще в профессию очень сознательно. Мама моя хотела, чтобы я работала переводчиком, учителем английского языка в школе, еще чем-то. Ну, журналист, это был мой абсолютно выбор, я тянула и родителей, и вообще туда. сама все время. В «Новую газету», да, я пришла писать про театр, про который я ничего не понимаю, который я не люблю и вообще не хожу в театр. Но, тем не менее, я хотела писать и работать в отделе культуры, а стала работать в Чечне. Поэтому тут мой выбор, скорее всего, все-таки изначально идет. Другое дело, что я выстраивала свою жизнь сознательно, в том числе и сознательно совершенно, отказываясь от каких-то вещей. я не думаю, что это жертва, но это обосновано моей работой и мне это облегчает на самом деле ситуацию. Я не боюсь, потому что, еще раз говорю, мы боимся воображаемых вещей и конкретных вещей, которых мы боимся. и этот страх, который держит каждого чеченца на самом деле за одно место, это мы когда боимся за своих близких. Я себя от этого страха избавила. вот, например, вы куда-то едете, вы не хотите, чтобы вас знали, куда вы едете. Так. Или, например, вы с кем-то разговариваете, а это ваш источник информации. Да. Вот сюда просто положили телефончик, только вот сюда, где клапан, с той стороны, где клапан, вот тут. и все. А, и это невозможно тогда просто... Это как будто вы засунули его в печку СВЧ. Но надо класть экраном вот в эту сторону. Все равно, куда? Главное, вот в это отделение. А, вот если в это отделение, то... Круто. То есть просто как вот... Шпионские прямочки. Так, это мы не снимаем, это для Ксюши. Лена Милашина, больше все-таки журналист или правозащитник? Для меня журналист. Я вот не случайно так много рассказывал про методы, которыми она действует. Тем, какими экспертами, какого уровня экспертами она работает. Какие... Заметьте, у нее же нет публицистики. Она не пишет колонок. Она не дает комментариев. Она занимается исследованием и расследованием. Это совсем другой жанр. Она не в позе обличителя. Она перед тобой раскладывает, знаешь, как на чистом листе бумаги вещественные доказательства. Вот что я вот что я нашла и вот что я по этому поводу думаю. Что я по этому поводу думаю чуть-чуть. А вот это, знаешь, как она себя ведет. Легендарный журналист 60-70-х Анатолий Абрамович Аграновский однажды на летучке в газете известия рассказал, как маленький партизанский связной разведчик, школьник составлял свои донесения. Там было три графы. Первое видел сам. Второе слышал. Третье предполагаю. Вот у Милашиной предполагаю самая маленькая глава. А вот видел сам огромное и слышал других, в том числе экспертов в первую очередь. Вот это методы познания Милашиной мира. Конечно, она неприятный человек, иметь с ней дело неприятно, но надо иметь гордость считать себя ее современником. Ты православный человек, верующий? Нет, я не верующий. Я крещеная, без моего ведома бабушка крестила. Ты атеистка или ты агностика? Я атеист. Я не верующий. И чеченцам и тем всем нашим своим друзьям я это говорю прямо, потому что меня очень раздражает, когда с православным это меньше, с христианами бывает, но у мусульман есть просто такое всегда желание, во-первых, противопоставление верующего человека неверующим, то, что верующий человек определенно сразу лучше, чем неверующий, и, во-вторых, обязательно вовлечение тебя, ты обязательно должен поверить. Я уже состоявшийся человек, мне уже много лет, я уже знаю кое-что о жизни, у меня есть свое представление о добре и зле, я, в общем, пытаюсь не вредить людям, давайте вы не будете меня вот в эти вещи уговаривать, переговаривать, и убеждать, что вы лучше, чем-то меня, потому что вы верите в Бога, а я нет. поэтому, есть просто. Ты пришла к этому в какой-то момент в своей жизни или так просто всегда было? Я советский ребенок. Тебе же вручала премию много лет назад Мишель Обама. Вручала. Расскажи, как это было. Ну, почти как у тебя с Медведевым. Это премия за женское мужество, которое дает Госдеп женщинам, которых выбирает 100 посольств американских по всему миру. Из них выбирают 7-8 человек, и, соответственно, их привозят в Вашингтон. Никакой материальной составляющей этой премии, как у всех моих премий, в общем-то, и практически и нет. Зато есть Мишель Обама, есть Джон Керри, который там сзади пристроился на фотографии. За 5 секунд они заходят, нас выстраивают, со всеми мы здороваемся, вручают приз, и, соответственно... Знала кого-то из остальных женщин, с кем? Вообще не знала. То есть это они входят на 5 минут? Нет, с женщинами так мы потом познакомились, а вот высокопоставленные особы, да, они пришли, поздравили, подчеркнули и ушли. У меня, более того, у меня даже есть совместная фотография с Джоном Байденом, где он мне руку целует, потому что нас тоже с ним вместе одним призом награждали в 17-м году Фринэм Хаус. Ну и, в общем, с одной стороны Ричард Гирс, с другой Джоном Байден стоит. Вот, и мы с Игорем Кочетковым, руководителем российской ЛГБТ-сети, когда-то, сейчас уже нет, но тогда руководил. ну, это премии, я их использую очень конкретно, они нужны только в одном, нет, на самом деле, конечно, я благодарна, это признание, и оно повышает, в том числе, и мою безопасность, безусловно. Но, когда нужно написать какому-нибудь очередному членскому беженцу письмо, и я вот все эти премии вот так вот переписываю, 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 то уже такая страница, говорю, о, какой я важный человек, если вы меня не послушаете, я вообще не знаю, что я сделаю, а потом этим беженцам отказывают. Почему ты отказалась от последней премии франко-германской? Ну, потому что то, что сделала Франция, и вообще продолжает делать, и то, что делает Германия, и Европа с чеченскими, мигрантами, которые туда приезжают, потому что в Чечне их могут убить, они их возвращают в Чечню, и в Чечне они реально попадают, в лучшем случае их пытают, в худшем, они исчезают. ты же понимаешь, почему так происходит? Они боятся чеченцев так же, как многие. Я не понимаю этого. Потому что если есть государство, то значит, как оно может бояться чеченца, или сирийца, или албанца, алжирца, кого угодно. У вас есть инструменты, институты, пожалуйста, используйте их. Виноват, доказывайте, сажайте. У вас есть на это бюджет, у вас есть на это тюрьмы. Но учителя-то убили во Франции. Мы же с тобой обсуждали исламский радикализм. И теперь, что из этого следует? Мне кажется, что они так очень... Нужно убивать только другим путем чеченцев? Нет, то есть условно я пытаюсь их понять, что они стараются... А я не могу понять, нет. Что значит старается? Если человек в чем-то виноват, вы его судите. Если он вызывает у вас опасность, вы за ним наблюдаете. У вас есть на это все возможности. Но возвращать человека, расширяя круг насилия в Чечне, на верную смерть, это не вариант. Это ровно такое же насилие. Чем одно насилие, чем человек, который пошел, отрезал голову одному человеку, отличается от государства, которое послало человека на верную смерть. Исламизация Европы это проблема? Нет. Ее не существует. Исламизация? Серьезно? Ну, конечно. Какая исламизация в Европе? Ну, во Франции ты не считаешь, что условно это убийство, это, собственно, как некая такая... Это проявление радикализма. Причем необразованного и архаичного. Это скорее даже не радикализация. Это проявление вот того глобального на самом деле тренда, который сейчас во всем мире идет. Когда современный мир и старый мир борются друг с другом за место под солнцем. И с этим связано огромное количество процессов, в том числе и люди, которым легче жить не в сложном современном мире, а в очень простом, архаичном. И этот архаичный мир их подвигает на то, чтобы идти защищать Коран таким зверским способом. Это не столько... Исламская радикализация, она тоже из этого, понимаешь. Но это просто... Старый уступает место новому, но очень сопротивляется. У нас в России куча разных проявлений. вот этого тренда. И они очень тоже печальны и напрягают. Но мы все равно прорываемся. У нас в России главный, к сожалению, печальный тренд последнего времени это признание всех СМИ инагентами. Последнее это дождь. Тоже совершенно все неожиданно на голову. Все это свалилось мне. Вот что ты об этом думаешь? Новая газета сможет выстоять? Хватит ресурса остаться, как эхо Москвы, скажем так, островком какой-то относительной такой свободы? Я, честно говоря, уже... То есть я никогда в жизни не чувствовала никакой руки Кремля вот по своим темам. ни по Беслану, ни по Курску, ни тем более по Чечне. Вообще очень странно, но ни разу, кроме страха моего главного редактора, который был главной самоцензурирующей там вещи по этой теме, нам никогда никто не звонил из Кремля и не кричал, что вы пишете. А как ты думаешь, почему, кстати? Много есть всяких разных конспирологических теорий, в том числе может быть не конспирологическая, единственное верное, что нужен источник знания Чечни. И мы, в общем, один из самых качественных в России. И поскольку я все-таки действительно очень трепетно отношусь к информации, которую выдаю, я ее пытаюсь проверять и за нее отвечать головой, то со мной сложно спорить. В том числе и поэтому против моих публикаций было очень мало исков в суде, а те, которые были, я всех потом выиграла в СПЧ. А как ты, как журналист, анализируешь ситуацию с свободными СМИ сейчас в России, с этим клеймом иногент, который получает... Ну, это просто запрет действительно на профессию. То есть у нас был некий спор в газете, что это цензура. Это цензура, безусловно, потому что в косвенном виде это общество ограничивается в получении важной информации, которую могут эти журналисты ему предоставить, потому что больше другой альтернативы нет просто. Остается только государственные СМИ с определенной совершенно картиной и повесткой дня. И второе, это запрет на профессию, потому что ну теперь ты не можешь работать журналистом и обеспечивать себя, потому что тебя, во-первых, никто не возьмет как анагента на работу, это большие риски. Во-вторых, тебе нужно делать какие-то кучу затратных вещей бюрократических, которые требуют ресурсов, у тебя их просто нет. У тебя опять-таки есть дети, которых надо кормить семьи, которых надо содержать, и ты со своей работой, которой ты хочешь, любишь заниматься, ты не можешь обеспечить себя. Все, это практически вот в таком виде это означает уход, потому что теперь ты не можешь получить никакого другого финансирования. У нас тут работает бар, называется, так, только уже без записи, у нас называется бар, который называется Притон, потому что Вова Соловьев сказал, что новая газета это Притон, но с твоим присутствием это чувство усиливается. Оль, накорми, пожалуйста, моих гостей. Всех. Всех. Супчик будет? Все, что есть, мечи на стол. Ладно. Ваше ощущение, когда будете инагентом или не будете? Что с этим происходит? Не ко мне вот вопрос. Как решат? Но у вас тоже условно есть за что зацепиться какие-то запады, трикопейцы? за все. Вот за все. Например, мы регулярно получаем международные премии. И вот если вы это запишите и дадите в эфир и подскажете им оптику, с которой нас можно шлепнуть, то продюсеру конец. На тебя рука не поднимется, поскольку ты сыну хоккей отдаешь. А есть какое-то у вас внутреннее объяснение, почему нет у вас в этом чудо-списке инагентов? Ну, во-первых, большие, старые, в-третьих, странно ведь в год, когда стекает срок по убийству Политковской, ну, то есть там кто-то же все-таки что-то считает, наверное, кто-то все-таки что-то считает. Раньше же только больших мочили, да, дальше там появились какие-то условные, понятные красные линии, что вот там как с РБК получилось с Прохором, что вот семью нельзя трогать, нельзя расследование делать про Путина. Это вот все тогда прямиком к Навальному. А что вот сейчас произошло, что стали уже трогать и самых маленьких, и самых как бы незаметных и так далее? То есть для меня эта граница куда-то опять сдвинулась. Есть объяснение для вас внутреннее? У меня более широкое, не исчерпывающее. Долгое время медиа и политика и в стране старались не то, что управлять, а хотя бы это была их зона ответственности, люди из политического блока администрации признают. Они всегда старались что-то решить политическими методами. Уговорами, сменой руководства, перепродажей активов. Это были методы абсолютно точно не связанные с конституцией, они абсолютно точно все были связаны с тем, что каким-то образом нужно ставить подцензурный подцензурный капот, они были политическими методами. Потом управление этим блоком перешло к чекистам. А вот чекистам это кто конкретно? А вот. В том-то все в этом самая главная история. Вот ты конкретно знаешь, кто ссал в пробирки на Олимпиаде 14-го года? Ну, не знаю, но я точно понимаю, что без Бортникова это было невозможно осуществить. Я понимаю, что в этой схеме... Вот те, кто ссал в пробирки, те же счастья объявляют и ноги. Они выросли немножко. Будешь лейтенантом и стали майорами. Ну что, не может же какой-то майор диктовать Кириенко или Вайна? Почему? Раз мандат. На Олимпиаду был получен мандат на то, чтобы в пробирки, да? Слушайте, ну ВВ все-таки опытный человек, что он сказал, не, ребят, теперь у нас за медиа не Громов, не Кириенко, у нас вот эти вот с погонами и вы делаете то, что они скажут. Предметы, которые ты спрашиваешь, знаешь лучше, чем я. Про Путина знаю мало. Значит, то, что сейчас силовыми методами чекисты начали управлять политическими процессами, снятием фигур с выборов, объявлением нежелательными организациями... Это я тоже вот вижу. А как технически медицины? Что они? Звонят в администрацию президента и условно говорят... Они сразу звонят в РКМ. Например, сразу звонят в РКМ и все. Зачем все? А, то есть во всех этих организациях знают, что у них есть полномочия. Вот у них есть полномочия. Они получили мандат. Твой прогноз это что, закроют всех, остановятся и все-таки новую эхо трогать не будут. То есть вот примутся за Ютуб. Вот у тебя какие... За Ютуб точно примутся, потому что вот последние поправки, они прямо там прописаны для Ютуба, когда наш Роскомнадзор должен присылать предупреждения и уведомления уже и на английском языке. Это явно не для российских СМИ. Да, это первое. Потом новая газета и эхо Москвы. Это, конечно, очень интересный вопрос, потому что сейчас многие сдаются... Будем... Я думаю, что у нас есть очень большие шансы безусловно в эту же могилу попасть, потому что этот вопрос возникает только потому, что много лет мы существуем и вроде такие, как мы и нас еще не закрыли. И вот это все время возникает. и тоже есть теории, что мы нужны, чтобы показать Западу, что есть какие-то там либеральные СМИ и что мы невлиятельны и прочее. Но теперь закрывает проекты, которым без года неделя, которые не могут быть влиятельными, потому что у них аудитории-то никакой нет, кроме своих же знакомых журналистов, которые их читают и распространяют по соцсетям. Их зачем закрывают? Они кому вредят? Это совсем другой тренд. Это тот тренд, который нас уже тоже не сохранит, потому что мы уже тоже не нужны никому. И это не из того времени вопрос. То есть из всего новая реальность, новое отношение относительно информации как таковой, контроля за ней и существование журналистики, независимой от государства. И этот тренд, мне кажется, не позволяет нам сохраниться. С чем ты связываешь как журналист такую волну этого холодного лета? Я думаю, что это абсолютное ощущение опасности власти. Оно повысилось просто. Власть боится. Она боится. И это чувствуется. Потому что сейчас мы считаемся опасными людьми. Это не просто так. Это не нас запугать. Это реакция защититься. Защититься от информации, потому что все более более узимыми становятся люди во власти. Видимо, это связано с исходом. Может быть, с концом каким-то, с эпохи. Но это все не важно на самом деле. Важна совсем другая ситуация. Важно, что общество, как в 2000-х годах, когда закрывали НТВ, так и сейчас, когда закрывают уже вообще никому неизвестные. пойди на улицу и спроси, что такое Рума Анина важной истории. Это для меня лучший журналист-расследователь в России. А никто же не знает, и люди уже им вообще пофиг. Обществу мы не нужны. Вот что важно на самом деле. кофей